Ситуация с безработицей не меняется не потому, что нет вакансии, а потому что нет рабочих кадров, готовых не сидеть в уютных офисах, а стоять у станков и своими руками производить товары народного потребления. Так, ответили нам в Алматинском центре занятости. В настоящее время предприятия мегаполиса не могут найти более 10 тысяч профессионалов своего дела. И вот парадокс. Почти столько же алматинцев сейчас числятся безработными. Наш корреспондент Александра Салмина изучила рынок труда. Нурсапа Ашимов ловко обрабатывает дерево и зачищает спилы. Его изделия самые аккуратные и прочные, говорят в мастерской. Но долгое время плотник с золотыми руками не мог найти работу по душе. Нанимателей пугало не только полное отсутствие слуха у мастера, но и его предпенсионный возраст. Недавно Нурсапа Ага отметил юбилей. Исполнилось 60 лет. Разнорабочим работал в разных местах. Потом оператором был, воду в бутылке разливал. Я обратился в центр занятости. Они сказали, что есть работа. Вот так я пришел сюда. Планирую остаться. Мне нравится эта мастерская. Нурсапа Ага здесь уже полтора года. Он тут главный вдохновитель и помощник. Вместе с ним осваивают ремесло и вот эти ребята. Многим из них также не везло с работой. Не хотят начальники брать инвалидов, бывших заключенных и бездомных. А ведь эти люди нуждаются в заработке, возможно, как никто другой, говорит руководитель так называемой социальной мастерской Эмин Аскеров. Он создал ее 4 года назад. И сейчас здесь трудятся около 40 человек. Они шьют, создают сайт и делают сувениры. В дальнейшем у нас мечта открыть подобные филиалы в каждом регионе Казахстана, потому что наша опробированная методика способна интегрировать в рабочий процесс все социально уязвимые категории. Рабочие руки ценятся и на больших заводах. Это одно из крупнейших дорожно-строительных предприятий в стране. Здесь производят железобетонные изделия. Делают их в три смены 650 специалистов. Но и этого недостаточно. Завод все равно испытывает дефицит в кадрах. Как минимум полсотни реальных вакансий. Нам сегодня не хватает такой специальности, как формовщик. Нам сегодня не хватает таких специальностей, как газоэлектросварщик, как арматурщик. Мы приняли решение. Те наши сотрудники, которые отработали, которые ушли на пенсию, мы их сегодня привлекаем, создаем учебные классы, обучаем формовщиков, электриков, сантехников. В Алматы сегодня порядка 11 тысяч безработных, в то время как на рынке сейчас более 10 тысяч вакансий. Тяжелее всего трудоустроиться людям в возрасте от 35 до 60 лет, говорят в центре занятости. Так как работодатели хотят видеть на местах молодых и в то же время грамотных работников. Александра Солмина, сержант Жумабаев, Алматы, Хабар-24.